В треугольнике АВС через середину М стороны ВС и в точку И в центр вписанной окружности треугольника АВС проведена прямая МИ, которая пересекает высоту АН в точке Е. Требуется доказать, что у нас отрезок АЕ равен радиусу вписанной окружности, то есть отрезку, ну вот, в случае перпендикулярно. Так, докажем это. Заметим то, что к этому треугольнику можно применить теорему Ньютона для точек А, С, точки В, точки В. А теорема Ньютона это что такое? Что такое теорема Ньютона? Замечательный вопрос. То есть у нас имеется вписанная треугольник, в которой вписана окружность, то середина диагонали, если она вписана окружность, лежит на одной прямой. Так, давайте сначала... Нет, давайте сначала решим задачу, с помощью теорема Ньютона. Отлично. Значит, какие у нас точки будут лежать на одной прямой? У нас будет середина диагонали ВС, это точка М. У нас будет центр вписанной окружности. Но ничего не нужно понять, почему он касается всех сторон. Он касается этой стороны какой-то точки, этой стороны какой-то точки. Далее он касается, проходит через точку В, но это как раз точка, которая принадлежит и стороне В. А, то есть вы рассматриваете не четырехугольник, а такой вырожденный четырехугольник. То есть он А, Б, П, С. Точно четырехугольник, да? А, Б, П, С. И в него вписана окружность с центром И. И тогда действительно отрезок И, П, это радиус, П точка касания и для отрезка Б, П, и для отрезка П, С. Я понял. Дальше. Отлично. Пинус так точка лежит на одной прямой. Точка М, ин центр. И середина отрезка А, П. Значит, середина отрезка А, П лежит на прямой Е и М. Да. Отлично. Это по теореме Ньютона. Да, по теореме Ньютона. Теперь, несложно понять, почему у нас А, Е параллельно и П. Потому что перпендикуляры. Очевидно, да. Значит, у нас вот эти два треугольничка равны. Ну да, 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 понятно. Значит, А, Е... Сметричный точек. Все, давайте теперь теореме Ньютона заниматься. Да, теперь теореме Ньютона. Еще раз напомню условия. Конечно, конечно. А, Е, П, И, действительно, в параллелограмм все понятно, да. Отлично. Еще раз напомню условия. В четырехугольнике, в которой вписана окружность, им центр... Не, все-таки, центр вписанной окружности. Одинные диагонали лежат на одной прямой. Ну что же, докажем это. Для этого посмотрим на такое ГМТ. На такое множество точек. Ладно. Или на такое, если вам хочется быть старорежимным, геометрическое место точек. Нет, Миша, я знаю, что Н по-английски это В. Просто вы этим никого не удивите. Дальше. Ладно, отлично. Будет смотреть на такое геометрическое место точек П, таких, что сумма площадей треугольника А, Д, П, плюс площадь П, С, П будет равна... А вот то, что у вас там нарисован, такой пробел, это у вас такая жирная точка или что? Да. Замечательно. Вот, да, такая большая-большая точка П. Проще говоря, рассмотрим множество точек, для которых площадь... Так, Дэн, научитесь писать. Нормально, пожалуйста. Ну, Миша, Миша, Девятый класс называется А, Д, П. В отличие от вашего текста, мой можно прочитать. Д отличается по написанию от буквы О. Плюс площадь треугольника С, П, П должна равняться половине площади чего? А, Б, С, Д. Замечательно. Для этого что? Мы давайте соединим, продвинем стороны А, Д и Б, С до пересечения. Нет, все сильно легче, Миша. Я хочу так. Ой. Отсоединяйте точку Г. Дело в том, что это же прямая, ребят. Да, это понятно, почему прямая, потому что давайте отложим местечек А, Д, от точки Г. Зачем? Если вы берете координаты точки, как вы записали, да, как Х, И, то вот эта штука, площадь такого треугольника, это линейная функция от этих координат. Здесь тоже линейная функция. Сумма двух линейных функций, линейная функция. Когда вы пишете, что линейная функция там чему-то равна, то множество таких точек, это, конечно, прямая. Просто привыкайте постепенно. И вы собираетесь после этого долго доказывать, что ли? Я быстро доказываю. Ну, давайте. Открыть середину ЦД не. Окей. Отложим отрезок А, Д от точки Г. Получить его точку А, 3. Сейчас из вредности начну спрашивать, а что будет, если там отрезок такой длины, а что если такой? Поймем, что у нас площадь треугольника ААДП равна площадь треугольника ЕА'П, площадь треугольника ПЦБ равна ПК ЕП'. Да. Поэтому нас реально интересует площадь такого треугольника. Площадь за гр傍 на четырехугольник нас интересует. Да. П равна ЕА'. Ребят, ну неужели моё доказательство хуже, а? Так наоборот, P, B, не суть, суть. Отлично. Заметим то, что вот эта штука не меняется при движении точки P, то есть треугольника, A, B, B, а теперь, чтобы площадь треугольника D, P, B, не менялность, надо, чтобы двигалось по прямой. Да, конечно, мы не тот треугольник штриховали, и прямая, соответственно, должна быть параллельна A, B. Да, спасибо. Ну, нет, Мишина рассуждение, кажется, в чём-то лучше моего, потому что он заодно указывает направление этой прямой, а у меня было просто, что прямая. А доказательство-то в них сказали, надо ещё было объяснить, что середина диагонали удовлетворяет этому. Почему? Конечно. Да. И центр, если у нас вписанная окружность, почему-то тоже удовлетворяет? Конечно, очевидно. там возникают такие одинаковые треугольнички конкурентные треугольники возникают да 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 все правильно